В этом ролике я вам покажу три самых прибыльных работы на проекте Амазин Холиплей. Я вам вкратце расскажу как там работать, сколько там можно заработать и что в принципе для этого нужно. Поэтому ролик будет максимально информативный, я надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, также не забывайте подписываться на канал. Это будет видео особо полезно для тех, кто собирается играть на проекте Амазин Холиплей и не знает куда лучше пойти, где много зарабатывать. Я знаю то, что многие там кто уже давно играют знают про эти работы, про этот заработок, но все равно посмотрите видео, возможно я как бы в чем-то ошибся, вы меня исправите в комментариях. Ну а если вы не играете на проекте Амазин Холиплей, то конечно же не забывайте вводить мой промокод, пишите слэш мм, седьмой пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод, полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, мой промокод можно вводить на любом сервачке. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, я надеюсь, что вы реально покажете хорошую активность в этом ролике. Ну что ж, первая работа, про которую я хотел бы вам рассказать, это получается рыбалка. Для рыбалки что вам нужно? Вы можете идти рыбачить с любого уровня, то есть вы можете просто зайти с нового аккаунта и сразу пойти рыбачить. Но для этого вам нужны будут деньги, поэтому вам в любом случае придется немножко заработать для того, чтобы купить наживку и удочку. Лучше всего, конечно же, рыбачить, когда есть x2 день, потому что когда x2, ваш получается улов увеличивается в два раза, то есть вы будете ловить в два раза больше рыбы. В основном x2 день происходит на выходных, поэтому мой вам совет рыбачить именно на выходных, но не все так просто. Для того, чтобы вам еще было комфортнее рыбачить, вам нужно купить два улучшения в апгрейде. Это получается силач, с помощью которого вы будете ложить в инвентарь в два раза больше рыбы. Это вам реально хорошо поможет, потому что так вы ловите рыбу и вы максимум можете словить себе в инвентарь 150 килограмм. А с этим улучшением вы сможете ловить себе в рюкзак 300 килограмм. Также очень полезное улучшение, это получается удальчивость. С помощью этого улучшения вы будете ловить в два раза больше рыбы с шансом 70%. Да, в любом случае копить из списка очки вы будете долго, потому что вы не сможете сразу купить эти улучшения. Но если вы будете проходить ежедневные задания, пройдете начальный квест, если вы вдруг только зарегистрировались, то вы сможете быстро купить данные улучшения себе на аккаунт. Теперь давайте поговорим про заработки. Когда вы сразу приходите на рыбалку, у вас будет первый скилл рыбака. На этом скиле вы практически ничего не будете зарабатывать. Но после того, как вы купите улучшения, качаете хотя бы 10 скилл рыбака, вы будете реально неплохо зарабатывать. 10 скилл рыбака вкачать в принципе не особо сложно, то есть можно даже за недельку справиться спокойно. Даже без каких-либо улучшений. Да, возможно вы не будете особо зарабатывать, но зато вы можете сразу прийти, сесть, рыбачить и сразу качать свой скилл рыбака. На 10 скиле вы реально сможете неплохо зарабатывать, но если вы вкачаете уже максимальный скилл, а это 50, вы будете зарабатывать час 1 миллион рублей. Я считаю это очень достойно, то есть это реально много, за час лям делать, это реально очень хорошие деньги. Следующая работа, про которую я хотел бы вам рассказать, это дальнобойщики. Что нужно для этой работы, чтобы там начать работать? Во-первых, вам нужны права категории С и вам нужен 8 уровень. 8 уровень качать очень легко, как я говорил, с помощью квестов. Просто вы заходите, проходите квест и буквально за день вы можете спокойно вкачать 8 уровень и пойти работать дальнобойщиком. Я считаю то, что работать дальнобойщиком много проще, чем заниматься рыбалкой, потому что вам для этого в принципе ничего не нужно, кроме уровня и прав. То есть вы берете, качаете уровень и просто идете работать дальнобойщиком. Да, вы можете работать на аренде, но на аренде работать невыгодно, поэтому вы просто берете, пишете в чад дальнобойщиков, устроите транспортную компанию и идете работать в одну из каких-то компаний, куда вас в принципе возьмут. Мне дальнобойщики нравятся тем, что там нету вложений, понимаете, вы просто можете реально создать аккаунт и с нуля пойти работать дальнобойщиком. Вы устроились транспортную компанию, у вас фура бесплатная, бензин бесплатный, то есть вам не нужно никаких делать вложений, как допустим на той же рыбалке. На рыбалке вам нужно удочку купить, наживку купить, машину купить и так далее. То есть там реально нужны вложения и там вы не сможете сразу нормально зарабатывать. Ну а на тех же дальнобойщиках вы реально приходите, берете фуру и начинаете просто работать. И сразу зарабатывать. Да, вы будете зарабатывать там по 10 тысяч за рейс, но это уже неплохо. Самое главное для вас, если вы вдруг не играли на проекте Amazing Holy Play, это просто выучить места, где брать рейсы. И все. То есть это самое главное, что вам нужно знать. Если вы выучите все точки, куда нужно ездить, то вы спокойно и с кайфом будете реально работать. На дальнобойщиках скилл качать довольно-таки можно легко. То есть вы просто катаете рейсы и за счет этого у вас качается скилл дальнобойщиков. Там допустим на второй скилл вам нужно сделать 30 рейсов, на третий скилл там 40 рейсов. То есть скилл качать довольно-таки легко и просто. Вам просто нужно кататься по всей карте, возить рейсы и вы зарабатываете деньги. То есть ничего в принципе сложного нет. Теперь давайте поговорим про заработок на этой работе. Я вам просто приведу пример, допустим вот на 40 скилле вы будете зарабатывать 300 тысяч в час, это всего лишь 40 скилл, максимальный скилл на дальнобойщиках это 120, но 120 вкачать сложно, да и там в принципе разницы большой нету, поэтому мой вам совет, просто вкачайте 100 скилл и вы реально будете много зарабатывать, то есть на 100 скилле за час вы можете зарабатывать 700-800 тысяч рублей на дальнобойщиках. Я думаю вы понимаете, что сумма реально хорошая, да возможно на рыбалке вы будете зарабатывать больше, там миллион, может быть лям 200 и так далее, во первых рыбалку намного сложнее качать, потому что там и много людей сидит и рыба может закончиться и x2 день его может не быть, понимаете, там очень много нюансов. Дальнобойщики это стабильная работа, то есть у вас заработок всегда одинаковый, поэтому в этом плане я считаю то, что дальнобойщики намного лучше и качать дальнобойщиков намного проще. Потом, когда вы вкачаете скиллы, купите уже свою фуру, либо там магнум, реноте, либо газон и будете уже реально намного больше и проще зарабатывать, потому что на своей фуре намного лучше работать, чем в компании. Ну и последний заработок, о котором я хотел рассказать, это получается ограбление, это не как работа, это такая знаете нелегальная подработка, это уже криминал, но за счет этого можно реально очень хорошо зарабатывать. Что вам в принципе для этого нужно? Вам нужно вкачать пятый уровень, пятый уровень вам нужен для того, чтобы вступить в какую-то нелегальную организацию, будь это мафия, либо ОПГ. Вы устроились, получается, в одной из организаций и каждые три часа происходит слет ограблений. Получается, вы прописываете команду слэшкал, потом звоните Виталию, он вам указывает координаты, где он находится и каждые три часа у него происходит слет контрактов ограблений. В итоге вы приезжаете к нему и ловите контракт. Да, там довольно-таки большая конкуренция, там реально должно повезти поцены. То есть за счет того, что там хороший заработок, там большой спрос людей, и там реально сложно ставить контракт, но возможно. Потом, вам нужно оружие, потому что вам придется отбиваться. Если, допустим, приедет полиция, вам придется тихо отбиваться, потому что они могут вас арестовать, у вас слетит ограбление и вас посадят в тюрьму. Этот заработок реально очень хороший, но очень рискованный, то есть в любой момент вас просто могут посадить. Если вы все-таки смогли грабить дом, если у вас все-таки все получилось, то вы сможете зарабатывать на этой работе. Ну как работа, это скорее всего подработка, но очень выгодная. Это реально считается такая прибыльная тема. Давайте теперь поговорим про заработок. Заработать можно от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Это не сутки, там реально можно очень много зарабатывать, и это, понимаете, за час. Возможно быстрее, чем за час, как у вас получится, в принципе, грабить. Но, как я и сказал, это очень прибыльная тема, но очень рискованная. В принципе, за такое короткое время вы нигде столько не заработаете. Реально, ни на рыбалке, ни на дальнобойчках вы столько, в принципе, не заработаете. Также с помощью блоквипки можете прокнуть данное ограбление, и вам дадут в 2 раза больше. Но там шанс 50 на 50, поэтому вам может повезти, а может не повезти. То есть, если у вас, допустим, ограбление вышло на сумму миллиам 500, и вы делаете x2, и у вас это получается, вы зарабатываете 3 миллиона. Ну что ж, вот такое вот получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Я вам показал 3 самых прибыльных работы на проекте Mazinger Play. Конечно, где работать, решать только вам, но теперь вы знаете, где крутятся реально большие деньги, и где люди зарабатывают свои миллионы, миллиарды и там, и так далее. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Если что, я играю на втором сервачке, поэтому можете приходить ко мне, я вас приму в семью, в компанию, помогу, чем смогу. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.